В одном из домов по улице Богдана Хмельницкого не так давно произошло трагическое событие. Из окна третьего этажа выпала шестилетняя девочка. Ребенок получил серьезные травмы. Малышку срочно госпитализировали. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни. О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области. Об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона. О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Девочка поступила в детскую областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Ее оперировали сразу две бригады врачей. Одну из них возглавлял врач-хирург Александр Сергеевич Лощенков. Александр Сергеевич, скажите, насколько тяжелая была операция, сколько она длилась, или, может быть, это был рядовой случай для вашего? Операция была тяжелая, исходя из того, что у ребенка была политравма. А с нашей стороны пострадала селезенка, пострадала поджелудочная железа. Была значительная кровопотеря, поэтому в целом операция продолжалась у нас за два часа. Хочется отметить, что скорая помощь сработала очень качественно, быстро ее транспортировала в наше лечебное учреждение. При поступлении ребенок поступил в отделение реанимации, где также качественно оказана вся экстренная помощь и проведена диагностика. Во время проведения диагностики выявлены множественные травмы, в частности, травмы селезенки, перелом плечевой кости слева, перелом костей таза. Состояние расценено как крайне тяжелое. По экстренным показаниям ребенок в течение часа взят в операционную, где выполнена операция лапротомия. Состояние девочки стабильное, ближе к удовлетворительному. Она готова к выписке из хирургического отделения с целью перевода ее в травматологическое отделение для проведения дальнейших консилативных лечебных мероприятий. В данном случае у нее будет в жизни все хорошо. Не пострадали основные жизненно важные органы. О том, что девочка идет на поправку, говорит сам отец малышки. Папа лежит в больнице вместе с дочкой по полдня. Заменяет жену, когда та уходит домой. Проведать остальных трех детей. Для безопасности ребенка глава семейства попросил нашу съемочную группу не снимать дочь и не афишировать ее имя. Первые минуты, когда все это произошло, сразу соседи, наши уважаемые соседи вызвали скорую. Поэтому скорая приехала быстро. Когда ребенка непосредственно привезли сюда, в больницу, тоже хотелось бы выразить слова благодарности руководству больницы. Это и Климина Ирина Николаевна, которые отнеслись к этому году как к своему. И врач Лученков Александр Сергеевич, который оперировал нашу девочку. Действительно тот труд, который они здесь делают, это на самом деле такие героические поступки. В интервью с нами Альберт. Папа маленькой пациентки был немногословен. Сдерживал эмоции. Отцовская боль, переживания и чувства – все в себе. Ответственность, что ты, глава семейства, не позволяют дать слабину. Но в кое-чем мужчина все же признался. Дочка в семье – настоящий двигатель всего. И дом без нее словно опустел. Первоначально, конечно, был сильный удар. Но я как человек верующий полагался на Всевышнего. Поэтому основной источник вот этой стойкости, основной источник вот этой энергии – это, конечно, была вера. Как мужчина, вот эта ответственность за семью, на самом деле, и жена, и родные – это большой удар для нас всех был. Вот, поэтому просто должен был, обязан, да, как бы проявлять терпение и идти вперед в стойко. Ежегодно в регионе фиксируется порядка 10 случаев выпадения детей из окон. Печально, но факт еще печальней то, что не всегда удается сбежать летального исхода или тяжелых травм. После трагических событий судьба ребенка находится в руках лечащего врача. А все остальное время безопасность несовершеннолетнего находится в зоне ответственности у самих родителей. Мы где-то, наверное, беспечные родители. И ситуация готовится не сиюминутно, она готовится у нас в течение зимнего периода, когда мы приучаем своих детей помахать из окошка папе, бабушке или кому-то. А дети не имеют страха, они не боятся высоты. И поэтому, когда они приучены к тому, чтобы из окошка посмотреть на улицу, помахать рукой зимний период, то летом это все продолжается. Но так как летом нам жарко, мы открываем окна, вставляем москитные сетки, которые не имеют той прочности, которую имеет непосредственно окно. В связи с этим я хотел бы еще раз напомнить родителям, предупредить их, чтобы они исключили вероятность такого тяжелого вида травмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова